этот южный континент окутан тайными и легендами о нем ходят множество слухов и существует масса противоречий но очевидно одно что антарктида действительно является самым странным участком суши на нашей планете она является одним из самых желанных объектов исследований для ученых но почему-то результаты этих самых исследований и необъяснимых находок тщательно скрываются от общественности сегодня я бы хотел рассказать вам об относительно недавно рассекреченных материалах ученых которые долгое время находились под грифом секретно это конечно же лишь малая часть того что в действительности происходит на этом далеком и холодном континенте но и она во многом может дать ответ на ряд интересующих нас вопросов так что же на самом деле происходит в антарктиде и чем она являлась тысячи лет назад давайте разбираться в антарктиду в разные времена отправлялась немало экспедиций этот континент манил собой исследователей с разных стран но к слову снаряжение подобных экспедиций требовала немало затрат и не всегда это все окупалось но на платформе перфлюенс ваши усилия не будут напрасны если вы ведете свой собственный блог в соцсетях или у вас есть канал на youtube то эта платформа точно для вас здесь вы сможете заработать хорошие деньги имея в наличии всего 3000 активных подписчиков как именно заработать в своем блоге паблике группе или сообществе с платформой перфлюенс все очень просто для получения дохода нужно просто размещать рекламу на своей странице на платформе около сотни проектов так что каждый может выбрать проекты которые ему по душе что нужно сделать перейти по ссылке в описании зарегистрироваться на платформе выбрать интересный проект подать заявку а лучше несколько менеджер свяжется с вами и все расскажет о проекте опубликовать пост или видео и зарабатывать если хотите начать монетизировать свой канал начинайте прямо сейчас группа исследователей из сша и великобритании случайно наткнулись в антарктиде на поражающие ум открытия во время работы над совместным исследовательским проектом в области погоды команда стала свидетелем возникновения довольно странного и необъяснимого явления ученый физик из сша мариана маклейн засвидетельствовала что она и ее коллеги увидели как бы вращающийся серый туман в небе над своими головами они первоначально не придали этому особого значения квалифицировав явление как эпизод полярной бури но несмотря на порывы ветра и быстро движущиеся облака над головой странно вращающийся серый туман оставался неподвижным это казалось довольно странным ученые решили исследовать это явление более подробно метод исследования был следующим они взяли один из своих метеорологических шаров для исследования погоды и установили на нем специальный датчик чтобы получить данные по температуре атмосферному давлению влажности скорости ветра а также научный хронометр чтобы фиксировать записи в реальном времени подключив кабель от шара клебетки исследователи запустили его самый центр вихря шар с метеорологическим датчиком взлетели вверх и сразу же были поглощены этим же странным вихрем но оказалось что обратно его вытащить будет довольно сложно шар как будто кто-то удерживал изнутри спустя время они с большим трудом и прилагая немало усилий все же вернули аппарат обратно когда же ученые стали проверять полученные данные то были ошеломлены показаниями хронометра он отразил дату многолетней давности 27 января 1965 года маклейн утверждала что эксперимент был повторен несколько раз и результат был тем же самым позже по ее словам содержание всего эпизода было засекречено и в документах военной разведки получено кодовое название временной портал рассекретили эти материалы только лишь в конце двухтысячных также неоднократно фиксировались сообщения от станции наблюдения расположенных неподалеку от подлёдного озера восток в той же антарктиде они приводили просто в замешательство правительства стран чьи станции наблюдения работали в этом районе антарктиды ученые панически сообщали о сильных источниках света подо льдом именно сама истерическая тональность радиограмм смущала больше всего арктические наблюдатели беспокоились о своей собственной безопасности словно им на самом деле что-то серьезно угрожало и требовали принятия неотложных мер все эти сообщения были не только о световых но и о звуковых аномалиях подобные пресные озера под ледяным панцирем антарктиды ученые стали обнаруживать еще в 90-х годах прошлого века само озеро восток находится под четырехкилометровой толщей льда и никогда не замерзает результаты термического сканирования показали что температура воды в озере довольно высокая от 10 до 18 градусов тепла по цельсию это означает что для его обогрева существует какой-то источник тепла более того во время исследования были получены данные что между водной поверхностью озера и ледяным куполом находится пустая полость высотой около 800 метров то есть пространство в котором созданы практически идеальные условия для жизни возникает резонный вопрос эта природа все так организовала или кто-то намеренно все это создал другое загадочное обстоятельство это аномально высокая магнитная активность вблизи юго-восточного берега озера ее источники также неизвестны информация о результатах последних исследований озера восток засекречена и по сей день в 2007 году бурение было приостановлено на глубине 3665 метров возобновилась она годы спустя и 5 января 2012 года на станции восток в антарктиде российские ученые на глубине 3768 метров завершили бурение и достигли поверхности подлинникового озера дальше они торжественно вручили колбу с водой президенту страны и опять тишина все исследования проб самой воды того что находится в самом озере и вообще об атмосфере которая царит на глубине почти четырех километров были засекречены известно лишь то что они там были и больше ничего вообще до 2000 года с американской стороны исследованиями озера занималась международная команда ученых но затем все руководство стало курировать управление национальной безопасности сша с чего бы это представитель наса по связи со сми дебора шингтеллер заявила что такая замена была продиктована соображениями безопасности страны вот это поворот сразу же после этих слов место перед микрофоном занял один из руководителей наса поправивший дебору и объяснил что исследование прерваны для обеспечения экологической безопасности окружающей среды с тех пор связаться с деборой шингтеллер и выяснить какую безопасность она вообще имела в виду никому из журналистов так и не удалось впоследствии ходило много слухов о том что сша в 2001 году направили в район обнаружения аномалии экспедицию имеющую в наличии буровые установки и тяжелую технику для производства раскопок но это не точно в апреле того же 2001 года американский спутник шпион обнаружил древнее сооружение или аппарат который лежал заключенным в километрах жесткого антарктического льда тайный проект раскопок объекта был начин немедленно по следам находки новость о повышенной активности сша в антарктиде дошла до ушей европейской верхушки на то время помощник спикера европейского парламента николь фонтен заявил следующее если это что-то что американские военные построили в глубине то они нарушают международные договора об антарктиде если нет то это то что по крайней мере существует 12 тысяч лет столько времени лед покрывает антарктиду тогда это можно назвать одним из старейших искусственных сооружений на планете пентагон должен прислушаться к призыву конгресса и сообщить все что скрывается федеральное правительство сша и пентагон игнорировали все эти призывы некоторые военные наблюдатели утверждали что робототехнические устройства были немедленно отправлены на южный полюс появились спекуляции о том что ввс сша перенаправили на тайную базу c5 в антарктиде даже огромные военные туннели прокладчик в общем на данный момент это единственная информация которой мы обладаем все остальное полностью засекречено возможно на южном полюсе как раз и находятся остатки той невероятной техники который и обладала прошлая цивилизация поэтому правительство разных стран и скрывают основную информацию об исследованиях проводившихся в разное время в антарктиде ну а на этом у меня пока все друзья с вами как всегда был сергей погорелов ставьте лайки если видео вам понравилось дизлайки если не понравилось оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал впереди вас ждет еще немало интересного субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...